И снова здравствуйте, это Укрлайф, эфире программы «Итоги недели» с Евгением Киселёвым. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Но перед тем, как задать традиционный вопрос, что для вас главное было на прошлой неделе, я же не могу удержаться и не сказать, ну как вам Португалия-то. Скажите, молодцы ведь? Молодцы, я за них болел. Так вы что, сразу что ли за них болели? Нет, не сразу. На самом деле я на этом чемпионате, пожалуй, ну кроме Украины болел, наверное, все-таки за Германию. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили, почему мне Германия мила. Мила вот таким была преображением, что из такой вот тяжелой силовой тевтонской команды, она превратилась в команду очень красивую, играющую, такой в элегантный, изящный, комбинационный, техничный футбол. Но вот не случилось. Французы объективно были сильнее, хотя там был в полуфинале, на мой взгляд, очень спорный пенальти. Во всяком случае, я бы его истолковал как свидетельство некой судейской ангажированности. Немцам бы понравилось это ваше тракторство? Ну, у меня много друзей немцев, если они вдруг услышат, они мне поставят кружку хорошего баварского пила. Я шучу. Нет, но на самом деле, в общем, к французам и португальцам я был перед началом игры предрасположен примерно одинаково. Более того, мне казалось, что Франция на протяжении чемпионата демонстрировала гораздо более красивый, комбинационный, быстрый футбол. А португальцы, так что называется, стиснув зубы, ползли на брюхе. Да, у них же было в группе три ничьих. И они потом практически тоже все матчи сыграли в ничью, потому что если они выигрывали, то выигрывали в дополнительное время. Ну, вот за исключением полуфинала. Один матч только выиграли в основное время. Но, вот вы знаете, футбольные специалисты, может быть, со мной не согласятся. Но, знаете, в футболе сколько специалистов, столько и мнения. Я много раз смотрел, потому что этот эпизод вчера во время игры повторяли много-много-много раз, когда Дмитрий Пае столкнулся с Криштиану Роналду, и после этого Криштиану Роналду получил травму и пытался вернуться на поле, ему сделали там тугую повязку, но все равно не смог играть и попросил замены. Был такой эмоциональный момент, он плакал, хотя, опять-таки, наверняка будут голоса, которые скажут, что да он специально это делает, он вообще на публику работает, он великий мастер пиара. Не важно, он великий футболист прежде всего. И мне кажется, что это была сознательная грубая игра. Вот как минимум Пае должен был получить за это столкновение желтую карточку. Мне кажется, что он сознательно играл в той ситуации очень грубо, как говорят футболисты, для того, чтобы Роналду вырубить. Ему это удалось. И вот после этого все, все мои симпатии были на стороне сборной Португалии. Ах, так, сказал я себе, вот теперь буду болеть за португальцев. Потому что, мне кажется, это был не очень спортивный эпизод. Хотя, повторяю, возможно, футбольные социалисты скажут, что да нет, это было игровое столкновение, не было никакого злого умысла. Мне показалось, что злой умысел там присутствовал. И французы за это были наказаны. А если не за злой умысел, если там его все-таки злого умысла не было, то наказаны они были за некоторую самонадеянность. Потому что, как мне показалось, они себя уже представляли чемпионами и играли так, как будто у них уже есть преимущество в счете. Хотя на табло была нулевая ничья. И потом, вот как-то часто бывает в футболе слабейшая сторона. А так объективно по игре очень часто португальцы выглядели слабее. Особенно в середине поля, потому что видно было, как раз за разом их полузащитники теряют мяч в центре поля. И французы явно превосходили их в том, что называется, групповой отбор мяча. Они прессинговали, они отбирали у португальцев мяч, они потом переходили в очередную атаку. Им, быть может, там пару раз не повезло, потому что были, безусловно, голевые моменты. У французов, и в частности, там лучший нападающий Гризман, конечно же, имел шанс забить хотя бы один гол. Вот тот второй гол, когда он пробил головой поворотом, и мяч прошел буквально там в нескольких миллиметрах, я бы сказал, над верхней штангой. Ну, это же игра, мяч круглый. И вроде вот в результате Эдер, нападающий, который вышел на замену, так вот, что называется, тыром-пыром, и не очень эффектно, но очень точно пробил поворотом. Мяч отскочил, как-то бывает иногда от газона, отскакивает мяч, чуть-чуть меняя направление, и точно попал в нижний, дальний от вратаря угол ворот. Вот все. Иногда, иногда футбольная фортуна вознаграждает вот таких вот упрямых, упертых ребят, которые, несмотря ни на что, там зубами выгрызают победу. Ну, Евгений Алексеевич, вот я думаю, что фортуна, она же не только в футболе таких вознаграждает. Вот это я так плавно пытаюсь перейти от футбола, который нас радовал там последние недели. Вот все-таки тем важным... Слава богу, что это закончилось. Теперь можно будет чуть раньше ложиться спать, потому что это, в некотором смысле, конечно, там расстраивало. Расстраивало нормальную жизнь, нормальную работу. Ну, все хорошо, только что кончается. Так к чему вы хотите перейти? Ну, я же хочу, вот главные события это на прошлой неделе, которые вот вы для себя определили. Ну, вы знаете, на самом деле сейчас, как это часто бывает в летнее время, когда политическая жизнь приходит в противоречие, скажем так, с летним предотпускным или даже отпускным уже настроением и политиков, и избирателей. Вот политическая жизнь немножечко становится не так явно структурирована. Вот как раньше было. На внешнем контуре все было понятно, два главных события. Праймарис, предварительные выборы в Америке и, значит, ожидание референдума по поводу выхода или не выхода Великобритании из Евросоюза. А у нас здесь дома в Украине затяжной вот этот самый политический кризис, который начался еще в конце января и много-много-много недель продолжался. И будет смена правительства, не будет смена правительства или вообще дело дойдет в неочередных выборах. Ну вот, в некотором смысле, там, ответы на все эти вопросы уже получены. Теперь мы, я думаю, будем жить в ожидании какой-то более структурированной жизни, которая начнется осенью. Прежде всего, мне, например, интересно, ну, конечно, выборы в Америке 8 ноября. Очень интересная история – это выборы в Грузии. Посмотрим, вернутся ли сторонники Саакашвили к власти. Это когда у них? У них в октябре. По-моему, как раз, по-моему, 8 октября. Я могу ошибаться с точностью до даты, но выборы у них совершенно точно парламентские в октябре. И один из сценариев – это возвращение партии Саакашвили, ну, я условно называю партией Саакашвили, последователей Саакашвили к власти в Грузии. Но это и на нас повлияет тогда, потому что Саакашвили-то хочет тоже играть активную роль в украинской политике. И тогда пристановки такие-то будут уж так, если честно. Ну, вы знаете, это я не знаю, честно говоря. Насколько я проинформирован, из моих источников мне известно, что Михаил Саакашвили не собирается, даже в случае, если его сторонники победят на выборы в Грузии, в Грузию возвращаться, бросать Украину, бросать украинскую политику и занимать там какой-то пост. Ну, во-первых, теоретически ведь срок пребывания на посту президента Грузии ограничен, там, двумя сроками. Саакашвили не мог бы переизбираться там на новый срок президентом. Но вот стать премьер-министром он, наверное, бы мог, но для этого ему нужно было бы перечеркнуть очень многие обещания, которые он дал, моральные и политические инвестиции, которые он сделал в украинские реформы. Повторяю, я могу ошибаться, потом все мы люди, и люди сегодня предполагают и делают так, а спустя какое-то время иногда поступают иначе, даже вопреки своим продекларированным публично и продекларированным в узком кругу единомышленников намерениям. Как известно, человек предполагает, а Господь располагает. Но вот по информации моей внутренней на сегодняшний день, Михаил Саакашвили не собирается уходить из украинской политики, несмотря на те или иные результаты предстоящих в Грузии парламентских выборов. Ну и что касается наших внутренних дел, мне вот чрезвычайно интересно, а как в этом году бюджет будут принимать. Потому что вот первые наработки по бюджету должны были, по-моему, еще 1 июля быть предоставлены, если даже не 1 июня, в общем, они уже должны были быть в Верховной Раде. В работе практически, да. Да, да, но пока что ничего не сделано. Я очень надеюсь, что это произойдет в сентябре. Вот если этого в сентябре не произойдет, и опять бюджет будет приниматься и правиться с голоса на ходу на последнем декабрьском заседании, и опять кто-то будет говорить, что спать не пойдете, там за новогодний стол не станете, пока все поправки не приняты, вот для меня это, например, будет таким знаковым событием, маркером. Изменилось что-то по-настоящему в Украине с приходом на пост премьер-министра нового главы Кабмина Владимира Гройсмана, или, в общем, мы продолжаем жить, что называется, в прежней парадигме. Но вернемся к тем событиям, которые происходили на минувшей неделе. Ну, конечно же, ну смотрите так, если брать внешнюю политику, ну, все-таки мы по-прежнему следим за тем, что происходит в Америке. В Америке происходит много всего, и не только предвыборная борьба. Значит, был эпизод ужасный совершенно вот в Далласе, когда открыли стрельбу по полицейским, которые сопровождали шествие мирных граждан. В результате, ну, здесь надо обязательно оговориться, что граждане мирным образом протестовали против полицейского насилия. Белые полицейские периодически убивают чернокожих граждан, превышая, как считают представители афроамериканского меньшинства, превышая при этом разумные пределы применения силы, и в том числе применения огнестрельного оружия. И один такой случай произошел недавно в Балтиморе. И вот шествие протеста, мирного протеста, который сопровождали полицейские, подверглось обстрелу неожиданному. Несколько граждан, вооружившись винтовками, стали стрелять в полицейских, и там было пять человек, на секундочку, пять человек убито, семь человек ранено. Пришлось устраивать целую полицейскую спецоперацию, в том числе одного из нападавших, который там где-то забаррикадировался, убили, причем с помощью специального полицейского робота, который к этому месту, где забаррикадировался злоумышленник, доставил взрывчатку, бомбу, которая была в итоге взорванной. Троих задержали. И, в общем, это очень интересное явление, на мой взгляд, потому что свидетельствует о том, что, несмотря на то, что в Америке, казалось бы, так много перемен произошло к лучшему, в том числе и в отношениях между, скажем так, англосаксонским протестантским большинством, которое по-прежнему составляет некое ядро, историческое, если угодно, ядро американской нации и афроамериканским меньшинством, которое все больше и больше становится туда интегрировано, и его представитель, ну, с некоторыми оговорками, можно назвать, конечно, Барака Обаму, представителем афроамериканского большинства, потому что, как известно, президент США не является потомком вот этих самых рабов, которых освободил Линкольн в 1865 году, из-за которых, из-за судьбы которых вообще разразилась гражданская война в Америке между Севером и Югом, он просто сын кенийского студента, с которым у его мамы, американки, случился роман. Ну, тем не менее. Но в результате, даже спустя 8 лет правления афроамериканца, в качестве главы администрации, хозяина Белого дома, все равно в Америке существует огромная проблема в виде межнациональной напряженности, в частности, между белыми и черными гражданами. И вполне вероятно, что на самом деле эта тенденция может и усиливаться. А на выборы это повлияет? Ну, на выборы это, безусловно, повлияет, потому что эти эпизоды дают возможность Хиллари Клинтон, который я кандидат от демократической партии. Правда, официально она еще и не стала, но я думаю, что в ближайшее время, до конца июля, пройдет съезд демократической партии, она уже на нем обретет статус официального кандидата от демократов на пост президента страны. Афроамериканцы традиционный демократический электорат, то есть они, как правило, голосуют за демократическую партию, несмотря на то, что мы знаем примеры, как афроамериканцы были, наоборот, видными представителями республиканской партии и власти. Достаточно вспомнить генерала Колина Пауэлла, который был и госсекретарем, и советником по национальной безопасности. В обратном порядке, то есть сначала советником по национальной безопасности, потом госсекретарем, и Кандализу Райс, которая тот же путь прошла при Джорджа Буше, она первый срок была секретарем по национальной безопасности, второй срок была госсекретарем. Но, тем не менее, Все-таки основная масса афроамериканцев голосует за демократическую партию, и, разумеется, любые инциденты на расовой почве дают возможность Хиллари Клинтон апеллировать к настроениям афроамериканских избирателей, обещать им, что если она станет президентом, она будет сурово, жестко бороться с разного рода проявлениями межнациональной нетерпимости, и в этом смысле, конечно же, ей это может оказаться в итоге на руку. Хотя, с другой стороны, можно и по-другому порассуждать, что нам обещают, обещают, и вот этот вот даже афроамериканец, вроде бы наш брат по крови, нам это обещает, что все будет все лучше и лучше и лучше и лучше, а лучше не становится, и, может, не будем мы больше за эту демократическую партию голосовать. Хотя, с другой стороны, там, на противоположном фланге Хиллари Клинтон будет противостоять Дональд Трамп, который едва ли, едва ли сумеет завоевать сердца и голоса большинства афроамериканских избирателей. Ну, посмотрим. Давайте хотя бы подождем того момента, когда все рифы, все подводные камни существующие будут пройдены. Потому что, во-первых, нужно, чтобы все-таки прошли съезды Хиллари Клинтона и Дональда Трампа, обрели, наконец, официальный статус кандидатов. Нужно, чтобы мы узнали, да бог с нами, чтобы американцы узнали, кто являются кандидатами в вице-президенты. Очень интересно. Эта интрига по-прежнему сохраняется. И дальше нужно посмотреть, как пойдет предвыборная кампания. Вроде бы этот самый серверный скандал Хиллари Клинтон миновал. Вы думаете, миновал? А вот недавно это же заявление, что Госдепс возвращается к этому вопросу. Или это все такое? Вы понимаете, принципиальная вещь состоит в том, что Федеральное бюро расследования, которое изучало этот вопрос, объявило, что не видит оснований рекомендовать Министерству юстиции США, она же Генеральная прокуратура, оно же, точнее, Генеральная прокуратура, возбуждать уголовное расследование. Дальше уже начинается, что называется, после драки машут кулаками. Законодатели устраивают какие-то слушания, много часов расспрашивают директора ФБР, сама Хиллари отвечает на разные вопросы, дальше могут представители Госдепа что-то заявлять, но в итоге, в сухом остатке, я думаю, что эта история закрыта. Хиллари Клинтон ее будут вспоминать, но, тем не менее, я думаю, что эта история ее пока что миновала. Могут быть какие-то другие новые скандалы, и вполне вероятно, что у Трампа что-то уже припасено. Хоть, впрочем, и у Хиллари. Там тоже, как говорится, не лаптем щи наливают, и там тоже, я думаю, готовятся разного рода атаки на господина Трампа. Еще, разумеется, очень важно, как пройдут дебаты. Вот это будет, конечно, страшно интересно. Как, в общем, будут публично на экранах телевизоров вести полемику люди, в отношении которых бытует весьма распространенное мнение, что один врун и другая врунье. Потому что очень часто о Хиллари именно в таких выражениях пишут американские журналисты, что врала нагло и при этом даже, что называется, не краснела и ни разу не заикала. Про Трампа еще более жестко высказываются коллеги американские, я имею в виду коллеги-журналисты. Ну и, наконец, самое главное, как проголосуют. Потому что, напомню, опросы это все достаточно бессмысленное занятие. Последние опросы показывают, что, в принципе, Хиллари лидирует, но опрос надо проводить, если так, по-настоящему, в каждом штате отдельно. Потому что штаты голосуют по отдельности, и победа в каждом штате приносит определенное число голосов выборщиков. Сейчас у Хиллари, по оценкам, 210 голосов. Ей не хватает до победы 60. У Трампа 164. Соответственно, ему не хватает почти 100. Преимущество, очевидно, на стороне Хиллари. Исход голосования будут решать несколько штатов, которые находятся, вот если посмотреть на карту Соединенных Штатов Америки, то они вот все находятся примерно вдоль восточного побережья. от Флориды и выше, до Пенсильвании, грубо говоря. Там 6 крупных штатов, всего их 13 по Америке, так называемых, так называемых колеблющихся, или там раскачивающихся из стороны в сторону штатов, которые голосуют то так, то сяк, в зависимости от года к году, потому что в основном большинство американских штатов, они чрезвычайно последовательны. То есть, есть штаты, которые десятилетиями на президентских выборах голосуют за республиканцев, есть штаты, которые десятилетиями голосуют за демократов и, как говорится, этой традицией не изменяют. И есть вот эти вот штаты, которые шарахаются из стороны в сторону, на одних выборах голосуют за республиканцев, на других за демократов, Потом опять за республиканцев, потом опять за демократов. И по сути дела в последние годы итог выборов, результат выборов зависит от того, как проголосует штат Флорида. Или как в последнее время стало модно говорить Флорида, на самом деле Флорида, Пенсильвания, Огайо, Джорджия, Вирджиния. Сейчас на память всех не помню. Но их там всего 13. Из них там 6 крупных, которые дают много голосов выборщиков. Соответственно, будем следить внимательно за тем, как прежде всего в этих колеблющихся штатах будет развиваться предвыборная кампания. Хотя могут быть еще и какие-то другие сюрпризы. Это что касается внешнеполитических тем, что касается Америки. Продолжаем по-прежнему обсуждать итоги Брекзита. Я думаю, что пока подтверждаются прогнозы тех людей, которые говорили, что, собственно, ничего страшного и не произойдет. Пока что последние данные финансовых аналитиков свидетельствуют о том, что европейские рынки ценных бумаг, биржи, поначалу провалившиеся после того, как были объявлены результаты референдума, сейчас немножко выправились. Посмотрим, как будет вести себя британский фунт. Сейчас он похудел очень сильно. Я даже не припомню, когда последний раз был такой низкий курс фунта по отношению к доллару или к евро. Но думаю, что он потихонечку тоже выправится и вернется к традиционной в последнее время цифре полтора доллара за фунт. Сейчас, грубо говоря, меньше, чем 1,2. Если брать настроение в самой Европе, есть данные последних свежих опросов общественного мнения, которые удивительным образом продемонстрировали, что, наоборот, интеграционное настроение на подъеме. То есть, на людей в Европе вся история с Брекзитом произвела, ну, скажем так, пугающее впечатление. Вот, пожалуйста, убедитесь, смотрите, что произошло. Рынки упали, национальная валюта подешевела. В политической сфере чуть ли не гражданская война. Партии раскалываются одна за другой. У лейбористов бардак, у консерваторов бардак, у этих самых... У Юкипа, вот, партия независимости Соединенного Королевства, там тоже все совершенно неблагополучно. Их лидер просто-напросто бежал позорно с поля боя. Ну, и дальше непонятно, что будет. Потому что, я думаю, я об этом уже не раз говорил, Пока не будет сформировано новое правительство, судя по всему, мы будем иметь женщину премьер-министра, первую после Маргарет Тэтчер. Ого, это кто это? Тереза Мэй. Она сейчас осталась, по сути дела, единственным реальным претендентом на пост главы консервативной партии. Соответственно, вот, когда пройдут выборы, в октябре должно быть сформировано новое правительство. Уже по итогам выборов нового лидера консерваторов и Тори. Пока что выборы были, что называется, среди парламентариев, среди тех представителей консервативной партии, которые имеют статус членов парламента, которые входят в пракцию правящей партии. И вот там она победила. Но окончательное слово скажут все члены консервативной партии, когда они будут голосовать на всеобщих партийных выборах. Кстати, там ближайший у нее конкурент тоже женщина. И если вдруг там ситуация как-то поменяется, то все равно, я сейчас стыду своего не помню на память, как ее зовут, но если вдруг ситуация поменяется, то все равно, если не Тереза Мэй, то все равно следующий премьер-министр Великобритании женщина. Евгений Алексеевич, какая прекрасная динамика. Везде к власти должны прийти женщины. Вы думаете? Ну а что, Хиллари, представьте себе, вот раз и станет, вот раз и новый премьер-женщина в Британии. Вы на что намекаете? Не на что. Просто так говорю. Кстати, можно сразу вот еще добавлю одно событие, о котором вы наверняка вот хотели говорить. Вот саммит же НАТО и немножко в преддверии... Саммит НАТО, да, конечно. Ну и не можем же мы выпустить то, что в преддверии случилось. Вот иногда у нас случаются такие вещи, когда мы вот в преддверии поездки президента в Польшу, да еще накануне вот этого трагичного такого, не хочу говорить юбилея, но вот волынской трагедии, вдруг переименовываем наш проспект. Ну, насколько я понимаю, окончательного переименования еще не произошло. Ну, а заявление какое чудесное там было. Виталий Кличко должен сказать свое решающее слово. Но! Ну, поляки-то как ответили? Назвали же вот зверской резней, которую устроили украинцы. Ну, на самом деле, они всегда использовали этот термин. Ну, вы читали, да? Разумеется. Разумеется. Послушайте, значит. Давайте по порядку. Если говорить про саммит НАТО, то там никаких особенных сюрпризов не произошло. То есть произошло то, чего все ожидали. С одной стороны, было принято решение, согласно которому Североатлантический Союз укрепит безопасность тех своих членов, которые наибольшим образом подвергаются рискам, связанным с возрастающей военной активностью России в регионе. Там на постоянной основе будут размещены воинские контингенты НАТО по тысяче человек на каждую страну. То есть, идет речь о Латвии, Литве, Эстонии, Польше. Будет оказана этим странам также разного рода другая военная помощь и поддержка в рамках сотрудничества с НАТО. Сразу хочу сказать, что, разумеется, в Москве это вызвало истерическую реакцию. Истерическая реакция, разумеется, рассчитана исключительно на то, чтобы в очередной раз произвести впечатление на слабонервных российских избирателей, которые по-прежнему пребывают в плену таких дремучих советских представлений о том, что НАТО – это некое великое всемирное зло, которое угрожает безопасности Российской Федерации. И эти бедные люди, одураченные, проживают в состоянии искренней веры в то, что НАТО – это такой саблезубый тигр, который там приготовился к прыжку и который там мечтает захватить, расчленить, пожрать по кусочку Россию, захватить российские природные ресурсы, расчленить. В общем, такой ужастик. Хотя на самом деле все обстоит совершенно по-другому. И в действительности это российские вооруженные силы все чаще и чаще проводят разного рода военные маневры, учения, упражнения вблизи границ стран НАТО. Причем не особенно скрывая при этом, что они отрабатывают разного рода варианты наступательных действий, в том числе и с применением тактического ядерного оружия. Об этом, в общем, в открытую говорят представители Запада, военные эксперты, которые указывают на то, что наши ответные шаги скорее являются политической демонстрацией, нежели реальной попыткой дать симметричный ответ. То есть вы проводите учения в 30 или 40 тысяч человек, и мы будем проводить учения, где будет тоже участвовать 30-40 тысяч военнослужащих. Этого Запад совершенно сознательно не делает, потому что если, не дай бог, кто-то начнет проводить учения, где принимают участие 30-40 тысяч военнослужащих МАТО, то в Москве случится такая истерика, что не приведи Господь. Там люди могут просто зайтись в таком пароксизме. Евгений Александрович, вспомнилось, что еще совсем недавно проводили совместные учения России и НАТО. Вот помните? Если вспомнить, с одной стороны, ужастики... Раньше вода была мокрее, это правда. Нет, смотрите, значит, мы обязательно, я хотел бы обязательно вернуться вот к той теме, которую вы затронули, но я имею в виду тему сложных моментов, которые существуют в отношениях между Украиной и Польшей. И, кстати, не только Украиной и Польшей. Вообще там существует проблема отношения к историческому прошлому, которая затрагивает двусторонние связи между многими странами Земли. Эта проблема шире, чем просто проблема отношений между двумя странами, Украиной и Польшей. Но если все-таки говорить о НАТО, о противостоянии России и Запада, ну, вот, смотрите, ведь есть некая тенденция. Вот сейчас эта тенденция в последние годы стала очевидной. Она стала очевидной с появлением таких политиков, как кандидат в президенты США Дональд Трамп, или Мари Ле Пен во Франции, или там Виктор Орбан в Венгрии, или там президент Милош Зэман в Чехии. Список можно продолжить. Это люди, которые, там, скажем так, это люди, которые пытаются апеллировать к националистическим настроениям, которые пытаются, в некотором смысле, выступать под знаменем архаики. Это люди, которые предлагают своим избирателям простые решения. Это люди, которые пытаются эксплуатировать, если говорить о Европе, недовольство, последствиями глобализации, которые психологически тяжелы и особенно болезненно переживаются представителями более старших поколений. Это люди, которым свойственна там ксенофобия, может быть, в мягких формах, боязнь разного рода мигрантов, технологических, культурологических и прочих изменений, которые происходят в быстро меняющемся мире. И вот тут-то поднимают головы люди, которые говорят «Ура!» назад в прошлое. Но ведь на самом деле первым в этом ряду политиков был Владимир Владимирович Путин. Более того, у него был, если угодно, там кинематографический предтеча в фильме «Брат-2». Вот главный герой фильма «Брат-2», он в каком-то смысле был предвестником того, что в российской политике появится вот такой брат, который дальше пойдет по жизни, пойдет по пути своей дальнейшей политической карьеры под лозунгами отрицания тех перемен, которые произошли в жизни страны и мира на протяжении предыдущих 10-15 лет. В том числе под лозунгами антиамериканизма. И вы знаете, об этом давным-давно уже забыли, потому что после 9 сентября 2001 года, когда Путин, я лично убежден в этом, из сугубо тактических, сиюминутных соображений решил заручиться поддержкой Соединенных Штатов и сказал, что мы на вашей стороне, мы будем помогать вам бороться с терроризмом. И довольно быстро договорился тогда со всем Западом и прежде всего с Соединенными Штатами, что за эту поддержку, которую он оказывает на внешнем периметре, Запад будет так, слегка прикрыв глаза, смотреть на те перемены, которые далеко не в правильном направлении, далеко не в демократическом направлении происходят внутри России. Это, мол, ваше внутреннее дело, мы в это не вмешиваемся, а Путин начал потихонечку демонтировать политические достижения первого постсоветского ельцинского десятилетия, сворачивать те демократические институты, те демократические завоевания, которые там объективно существовали. Но до того, как все это началось, буквально первые полтора года Путин был вполне антизападником, Путин был вполне популистом, Путин там выступал с жесткой антизападной риторикой, Путин даже вот возвращением прежнего советского, сталинского, александровского гимна обозначил очень четко вектор дальнейшего развития, политического развития России. И, кроме того, пересмотр, если угодно, тех сложившихся ценностных ориентиров, которые существовали в обществе на исходе 90-х годов. И, собственно говоря, вот все то, что сейчас американские политологи, американские журналисты, американские комментаторы вменяют в вину Трампу, что он безответственный популист, что он выступает под безответственными националистическими лозунгами, что он врет нахально, что он подчас призывает к каким-то совершенно непотребным, если угодно, вещам. Вот эта стилистика, на самом деле, политического поведения была впервые применена на практике президентом России. И вот этот вот разговор на языке улицы и откровенное, там, не моргнув глазом, вранье и шуточки всякие циничные, типа, куда лодка делась, да, она утонула, да. Вот этот вот солдатский юмор, возведенный достоинством нового слова в политической риторике Кремля. Все это впервые применено Владимиром Владимировичем Путином. И поэтому ни Трамп, ни Мари Лепен, ни Орбан, ни многие другие правые политики не являются в этом смысле первопроходцами. А что касается, вы хотели что-то спросить. Ну вот мне же очень интересно, вот почему Украина не попросила, все пыталась задать, задать этот вопрос. Почему Украина не попросила план ПДЧ в этот раз? Ну, я думаю, что переговоры по поводу плана ПДЧ велись. Я думаю, что... Чего не пошли в лоб-то? Ну, чего в лоб не пошли? Ну, послушайте, дипломатия, политика, она делает в тишине комнат для переговоров. И если что-то выносится на публику в случае несогласия, это очень горькое и очень сильнодействующее лекарство. Потому что, ну, так не принято. Если сели за стол переговоров, не договорились, но хотят договориться в будущем, то обо многих вещах стараются не говорить публично, оставляя тем самым открытой дверь для дальнейших переговоров. Я полагаю, что вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству НАТО или хотя бы некой дорожной карты, в которой было бы написано, что должна сделать Украина для того, чтобы получить в каком-то отдаленном или не очень отдаленном, или наоборот, чрезвычайно отдаленном будущем не членство НАТО, а именно вот этот статус ПДЧ. А я думаю, что все это обсуждалось. Я бы так сказал. Смотрите. В Европе среди членов НАТО, европейских членов НАТО, есть люди, которые настроены скорее проукраински, и есть люди, которые настроены не проукраински. Я не сказал бы антиукраински, но есть люди, которые являются, скажем так, скептиками относительно североатлантического будущего Украины. И есть люди, которые являются осторожными оптимистами. Им сложно договориться промеж собой. Есть люди, которые не хотят злить Россию, есть люди, которые говорят, знаете, мы вот не хотели злить Россию, не хотели злить Россию, не хотели злить Россию, и вот в результате имеем то, что мы имеем. Она сама разозлилась. Да. И все равно мы имеем с ней проблемы. Ну, я лично считаю, что правы ястребы в этой истории. Я считаю, что с учетом того, что Путин со всей очевидностью делает ставку на конфронтационную жесткость в отношениях со своими соседями, в отношениях с Евросоюзом, с НАТО, с Западом. И всякое желание Запада пойти на компромисс, уступить, договориться, истолковывает совершенно однозначно, как слабость. Я думаю, что единственный путь для того, чтобы противостоять этому и защитить, кстати, общеевропейскую безопасность и в первую голову безопасность ближайших по отношению к России географических стран, входящих в Североатлантический блок, это демонстрировать спокойную уверенность и силу. Подчеркиваю, спокойную уверенность и силу. Потому что если в городе Москве за Кремлевской кирпичной стеной видят и понимают, что этих ребят на понт не взять, я специально использую принятую в части российской внешнеполитической и правящей элиты, если ее можно назвать элитой, разумеется, подзаборную лексику, которая раньше все больше по питерским подворотням использовалась. Так вот, если они видят, что Европа не пугается, Запад не пугается, видят, что при случае даст отпор и расколоть не удается, тогда включаются мозги. И дальше уже они начинают анализировать свои реальные возможности, свои реальные способности. Когда я вижу на фотографии, как натовский истребитель последнего поколения попадает в кадр рядом с российским самолетом, который занимается радиоэлектронной борьбой, и самолет этот явно образца 50-х годов конструкции, ну, разумеется, там с внесенными какими-то изменениями, дополнениями, усовершенствованием конструкции, но в принципе люди постарше понимают, что такое там самолет под названием Ил-18, да, вот. Это такой вот четырехмоторный турбовинтовой пассажирский самолет, который эксплуатировался на пассажирских линиях в Советском Союзе в 50-е, 60-е, 70-е годы, и, если мне память не изменять, к началу 80-х все, эксплуатировать перестал. Хороший был самолет для своего времени, но, тем не менее, вот, как бы у любого советского гражданского самолета были свои военные прототипы. То есть, вообще-то, так строго говоря, сначала строили там военный самолет, а потом делали гражданскую модификацию. Так вот, ну, в 90% случаев. Так вот, я должен вам сказать, что вот эта фотография, да, где в воздухе одновременно снят суперсовременный натовский истребитель и вот этот самолет радиоэлектронной борьбы, ну, там, самолет, который там, условно говоря, напичкан там соответствующей аппаратурой, летает в воздухе и создает помехи. радиоэлектронные помехи, для, пытаясь заглушить, там, или создать помехи для радаров систем ПВО, для систем наведения ракет, земля-воздух, там, или воздух-воздух и так далее и тому подобное, для разных родов связи, которые действуют там, в том или ином районе, вблизи границы. Но это, в принципе, вот образ чудовищного технологического отставания, которое существует между Россией и Западом, в том числе и в военной области. Великой Алексеевич, ну, это не очень испугало Россию вторгнуться, вот, и не не ограничило там ее вторжение в Украину, не ограничило аннексию Крыма, более того, это и не ограничило то, что, знаете, там, поговаривают, что балтийские страны тоже неспокойно себя чувствуют как-то, да? Ну, послушайте, значит... И многие заявления там в балтийских странах, Согласен с вами, согласен с вами, понимаете, но все-таки гибридная война Российской Федерации, точнее, там, российского режима правящего против Украины, включавшая в себя захват Крыма и, по сути дела, поддержанная, инстинкированная, разожженное сепаратистское восстание на части территории Донбасса, это все-таки делалось в отношении Украины. Вооруженные силы, которые к началу 2014 года, мы с вами это отлично знаем, находились вообще в плачевном состоянии. Давайте называть вещи своими именами. Нет, это-то понятно, просто беспокойно. Они же не против Соединенных Штатов гибридную войну устроили. И они, условно говоря, не полуостров Флорида пытались там, и даже не Аляску. Понимаете, там вот можно представить, если довести дело до абсурда, в принципе, с некоторых российских политиков там станется. Слушайте, Аляска наша. Мы ее на самом деле не на совсем продали, а типа на сто лет. Вертайте, сто лет давно прошли, вертайте Аляску назад. И у нас там тоже есть скрепы, там до сих пор есть православные, там русские храмы стоят, там ближайший вообще русский деревянный храм построен в Калифорнии, совсем недалеко от Сан-Франциско. Вот давайте сейчас мы там тоже у нас скрепы. И там русскоязычное население страдает очень, между прочим. И русскоязычное население страдает на Аляске, да и вообще-то особенно русскоязычное население страдает в районе Силиконовой долины. Там очень много, кстати, работает российских ученых, программистов, специалистов по IT-технологиям, вот давайте мы сейчас их будем защищать. Но они же этого не сделали, понимаете, потому что там им так по рогам дадут, что мало не покажется. Хорошо, но предположим, что не про Ляску речь, а вот про одну из Балтийских стран, например. Вот вы считаете реально, что если бы Путин предпринял подобные шаги, то НАТО могло бы защитить Балтийские страны? Одну из них, например, где очень непомерно страдает, по мнению России, русскоязычное население. Ну, русскоязычное население, по мнению России, страдает прежде всего в Латвии. Нет, с Литвой там все трудно предъявить какие-то претензии к Литве, просто в силу того, что после обретения независимости в 1991 году новый политический класс, пришедший к власти на волне борьбы за независимость, в каждой стране по-своему решал этот вопрос. И в каждой стране своя специфика. Одна специфика в Эстонии, другая в Латвии. Литовцы, в силу объективных причин, кстати, в том числе в силу того, что там очень невысокий процент русскоязычного населения, там больше поляков живет, чем русских, там скорее польский вопрос. И судьба польского меньшинства является значительно более серьезной проблемой, если угодно, чем судьба вот этого небольшого количества русскоязычных граждан. Долгая история, почему так сложилась, но если там, грубо говоря, в двух словах, хитрые, умные, дальновидные люди были литовские коммунисты, которые находились у власти, когда Литва была одной из советских республик в составе СССР, и они препятствовали массовому переселению так называемых лимитчиков в Литву. И поговорили... Как чувствовали, как чувствовали, как чувствовали. Говорят, мы как-нибудь сами своими силами обойдемся. Вот этого нам не надо. Скажем, что касается Латвии и Эстонии, там периодически пополнялись трудовые ресурсы, в том числе в связи с реализацией тех или иных экономических проектов, строек, в том числе и строительства разного рода оборонных предприятий, именно за счет того, что переселяли туда русских совсем из других регионов Российской Федерации. Например, если брать Таллинн, то в Таллине по сути дела есть русское гетто своеобразное. Есть целый большой жилой район Таллина, который был примерно в одно время одномоментно выстроен, как раз когда нужно было обеспечить жильем переселенцев некоренных жителей, которые приехали туда работать. Жить и работать. И, скажем, поэтому, например, если брать хитросплетение и рассматривать эстонской политики, то мы выясняем, что вот есть район Нарвы и Кохотло-Ярвы, это те районы, которые прилегают к российской границе на востоке страны. и там в некоторых населенных пунктах численность русскоязычного населения доходит едва ли не до 100%, то, скажем, похожая ситуация в Таллине, потому что в Таллине очень много не большинство, но значительный процент русскоязычных граждан и не граждан. А не граждане, скажем, голосуют на местных выборах, то есть они имеют право предложить голосовать за мэра города. И, скажем, без их голосов Таллинского мэра избрать невозможно. Поэтому, например, городской голова эстонской столицы, он всегда вот такой социал-демократ, который как раз старается избегать всякого рода жестких, жесткого антироссийского позиционирования, если угодно. в Латвии есть Латгалия, тоже район, прилегающий к российской границе, где тоже очень высокий процент российского, точнее, русскоязычного населения, плюс Рига, в Риге тоже очень много русскоязычных граждан, и Нил Ушаков, мэр города Риги, тоже является не случайно, поэтому вот как раз таким типичным представителем балтийского политика, который одной ногой стоит в советском прошлом, а другой в европейском настоящем и будущем, ну, это их проблемы, да, это их проблемы. Проблема, основной вопрос в том, что, я повторяю, я уверен, я думаю, что то есть вот если Путин сумется, все зависит от того, как будут приниматься решения. Вот нашумевший фильм, который был показан в конце зимы, в начале весны этого года, там, в феврале-марте, сейчас точно не помню, там, по BBC, про третью мировую войну, которая как раз начинается с событий в русскоязычном районе Эстонии и в Латгалии, в Даугавпилсе. Вы же помните, про что рассказывали, я поэтому и спросила у вас. смотрите, здесь очень важно понять следующее, что этот фильм не про возможный сценарий обострения ситуации в Европе. Этот фильм про то, как в Великобритании принимают важнейшие решения. То есть сценарий там мог быть какой угодно, понимаете, условно говоря, они могли взять другой предположим сценарий, что происходит, я не знаю, с помощью российской агентуры или каких-то пророссийских сил, базирующихся в Приднестровье, обострение ситуации в Молдове и дальше какие-то столкновения в результате чего там Румыния собирается заступиться там за своих братьев молдаван и в итоге тоже там заваривается какая-то каша на территории соседней с Украиной Молдовы. Я сейчас так фантазирую на ходу. Вопрос не в этом, вопрос не в сценарии самого кризиса, где он и свистил в силу каких причин возникает. Вопрос в том, что в этом фильме показано насколько нерешительны, безвольны и, если угодно, недальновидны представители внешнеполитического истеблишмента бриктанского, насколько они не способны принимать смелые решения. И я думаю, что как раз значение этого фильма состоит в том, что он в некотором смысле там послужил таким холодным душем для британской элиты. Вот здесь я в полном смысле там слово использую этот термин элита. То есть британцы задумались, заговорили, стали обсуждать вот эту проблему, что условно говоря, во главе разного рода министерств, ведомств, комиссий, комитетов, которые отвечают за оценку тех или иных угроз для безопасности страны и безопасности Запада в целом, за то, чтобы вырабатывать рекомендации для правительства, просчитывать те или иные сценарии действий стоят люди, которые попросту в силу тех или иных причин не способны выполнять вот эти функциональные обязанности. И я думаю, что в этом-то ответ на ваш вопрос. Вот интересно, это же можно экстраполировать именно вот эти общие органы управления Евросоюзом на самом деле. Это можно на что угодно экстраполировать. Это очень интересно. Смотрите, в свое время было увлекательное чтение, когда были опубликованы протоколы заседаний в Совете национальной безопасности и обороны, когда обсуждался вопрос, как действовать в отношении Крыма. Кто не читал, почитайте в интернете. Когда здесь, в городе Киеве, только что пришедшие к власти силы, поддержанные Майданом, решали вопрос, а вот что делать в Крыму? Идет спецоперация, судя по всему, дело катится к тому, что Крым может быть захвачен. И вот я сейчас никому не даю никаких оценок, кто там был прав, кто был виноват, не моя функция. Я просто говорю, что я думаю, что это тоже своеобразный такой поучительный документ эпохи. И там желающие вынести для себя собственный внутренний вердикт, кто оказался на высоте, а кто не на высоте в той сложной ситуации, просто должны внимательно, задумчиво эти стенограммы, не знаю, в какой мере они полные, может быть, они не полные, но тем не менее перечитать и попытаться спросить, а все ли было тогда сделано или не все было тогда сделано, а правильные были тогда приняты решения или неправильные, а предвидели ли люди, которые тогда находились волею судеб у руля страны, освободившейся от режима Януковича, как дальше пойдет все развиваться или нет. Знаете, там, задним числом это очень хорошо быть критиком, да, а вот я ставлю себя на место любого человека, который тогда принимал решение, и я не знаю, как бы я себя повел, право не знаю. Ну, и вот если немного о решениях, о том, как они принимаются, у нас осталось буквально там несколько минут, все-таки немного о декоммунизации и взаимоотношениях между странами, которые базируются на исторических, то все-таки мы как раз хотели поговорить на тему о том, что происходит в отношениях между Польшей и Украиной. Понимаете, это на самом деле тема-то очень деликатная, и я часто размышляю над подобного рода ситуациями. Ну, была волынская резня. Хорошо, не резня, волынская трагедия, назовите как хотите, но это было, это печальная страница в истории обеих стран, обоих народов. Правды полные, о которой может быть мы до сих пор и не знаем. Вот это та ситуация, когда, на мой взгляд, очень важно прислушаться к людям, говорящим оставьте историю историкам, с одной стороны, с другой стороны. Вот пусть историки разберутся и вынесут свой вердикт. Вот как было на самом деле, кропотливо, дайте им возможность посмотреть на все имеющиеся документы, не спешите их ругать и припечатывать, не делайте выводы, которые звучат из тех или иных уст в процессе дискуссии аргументами политического свойства. И тем более не поднимайте те или иные общественные настроения, которые выплескиваются чисто эмоционально наружу в ходе такого рода дискуссии, не поднимайте их головой как штандарт, как знамя борьбы за что-то. Ну смотрите, вот, ведь мы прекрасно понимаем, что сейчас в Польше опять-таки на волне тех самых почвенных, если угодно, настроений, настроений правого свойства, настроений, если угодно, архаических к власти пришли правые националисты. И это те люди, которые опять-таки склонны политизировать прошлое. Вообще политизация прошлого это штука чрезвычайно опасная. Она порой кажется такой симпатичной вещью, которую очень легко использовать. в своих целях. А в то же время вещь очень опасная, потому что ведь жизнь штука не черно-белая. Правда, она тоже вещь не черно-белая. И очень часто трудно ответить на вопрос да или нет. Однозначно да. Или однозначно нет. Потому что в исторических событиях есть масса нюансов. Потому что историю творят живые люди. Потому что на их поступки подчас можно спокойно, без гнева и пристрастия, посмотреть только по прошествии очень-очень долгого времени. Когда страсти улягутся, а кристаллизуется реальная суть вещей. То, что мы называем сухой остаток. И то до сих пор ну посмотрите там. Вот я приведу другой пример. Вот не касающийся я понимаю, что эта тема очень болезненная. Назвали именем Степана Бандеры Московский проспект. Ну назвали, конечно, да. Ну послушайте. И во времени-то зачем так соотносить? Смотрите значит ясно, что это политический жест. Ясно, что Московский проспект назвали именем демонизированного политика, политического и общественного деятеля, который является для людей, придерживающихся националистических взглядов в Украине, знаменем, иконой. А в соседней России, повторяю, демонизируется чрезвычайным образом, то это сделали, разумеется, в пику России, в пику российской пропаганды, которая изображает по традиции Бандеру как коллаборациониста, как жуткого, чуть ли не военного преступника, как человека, которого можно рисовать только черными красками. А правда же совсем состоит совершенно в другом. Попробуйте спросить любого человека, рядового, непосвященного тонкости истории 70-80-летней давности, а где вообще был Бандера во время Второй мировой войны и сразу после нее? Ну, понятно, где там, возглавлял действия бандеровцев на территории Украины и после. Если им сказать, что Бандерт в гитлеровском концлагере находился, куда его посадили, за то, что он, точнее, где его изолировали, скажем так, аккуратно, за то, что он пытался самоуправствовать, что называется, на территории, которая была захвачена гитлеровской Германии в 41-м году и пытаться создать независимое украинское государство, что не входило в планы Гитлера, что не входило в планы гитлеровских властей, что не входило в планы оккупационных властей, там, в Москве, услышав все это, широко откроет рот, он скажет, типа, да не может такого быть, вы все сейчас придумали. Но, при этом, есть и другая часть правды, согласитесь, что все-таки Бандера там был в этом концлагере именно не на положении узника, которого голодом борели, как рядового узника в гитлеровском лагере смерти, а он был там, грубо говоря, под арестом, в изоляции, но его оттуда выпустили. Когда стало понятно, что как-то можно попытаться использовать его в своих целях. Другое дело, что там планы использовать и Бандеру, и других лидеров вооруженного националистического подполья у гитлеровцев не состоялись. Это отдельная долгая история. А если начать эту историю копать, то мы видим, что там будет масса нюансов не белых, не черных, а серых. и там другой пример вам приведу. Вот я хотел все привести другой пример. положим, есть тяжелая, сложная, до конца неизвестная, не написанная всерьез история российского коллаборационизма во времена Второй мировой войны. она совершенно тоже неоднозначная, осмелюсь я сказать. Потому что есть вот такая пропагандистская идеологема, что были там предатели, страшные люди, которых можно тоже изображать исключительно черной краской, которые в итоге были с позором казнены как предатели и изменники после окончания Второй мировой войны. И там есть и фигура генерала Власова, и фигура атамана Краснова, и фигура атамана Шкуро, хотя все они были совершенно там разные люди, с разными мотивами. Для бывших белых генералов и офицеров, которые после гражданской войны ушли на запад, в Европу, для многих из них Вторая мировая война была всего-навсего продолжением гражданской войны. Ну что там, в 20-м году они эвакуировались из того же самого Крыма, а, скажем, те, кто продолжал гражданскую войну на Дальнем Востоке в Сибири, некоторые из них продержались аж до 22-го года, то есть, грубо говоря, и 20-ти лет для того же Семенова, даже 20-ти лет не прошло между его поражением на фронтах гражданской войны и возможностью опять, что называется, шашкой помахать, побороться с большевизмом. И там обвинять, условно говоря, того же атамана Краснова или атамана Шкуро или атамана Семенова в том, что он там, условно говоря, изменил родину, было бы на самом деле смешно, потому что он той большевистской родине никогда не присягал, а исключительно против нее боролся. Опять-таки, если начать там дальше анализировать историю коллаборационизма в рядах бывших военнослужащих советской армии, то там первое, на что натыкается добросовестный исследователь, это то, что, послушайте, никогда в истории России в таком количестве офицеры, генералы, да и рядовые военнослужащие не переходили на сторону противника. Вот если взять там, я не знаю, войну с Наполеоном, но не было во времена войны с Наполеоном массового перехода на сторону противника, несмотря на то, что в дворянской среде, в среде русского офицерства были там вольтерианские либеральные настроения, уже тогда там ходили всякого рода вольнодумные разговоры, которые в конечном счете привели к восстанию декабристов, но не было массового перехода на сторону противника. Ну да, известны случаи, что там очень многие рядовые военнослужащие, просто вот рядовые солдаты, пришедшие в Европу, потом дальше не возвращались обратно. в Россию. Там некоторые исследователи говорят, что чуть ли не целая дивизия осталась в общей сложности или даже больше. Вот простые русские мужики, увидевшие, как живет немецкий или французский крестьянин, которые уже отчем туда-то обратно-то в нашу крепостную неволю возвратимся. И остались, дезертировали, но это уже было после победы над Наполеоном, после победоносного похода союзных армий на Париж, после Ватерлоу и так далее. Это отдельная история, но при этом, если брать даже Первую мировую войну, хотя там тоже были революционные настроения и такое вольнодумство и диссидентство, особенно в офицерской среде, потому что Первая мировая война мобилизовала колоссальное количество людей, совсем не из дворянских слоев в ряды русского офицерства, в ряды русской армии, там далеко не все были дворяны, условно говоря, офицерская служба до Первой мировой войны была, конечно же, в основном привилегией русских дворян, то с началом массовой мобилизации на фронта Первой мировой, которую тогда называли германской, колоссальное количество разночинцев пришло, особенно в младшие офицерские чины. Вообще практически не зафиксировано случаев перехода на сторону противника. В том числе и потому, что люди, попадавшие в плен, не считались изменниками и предателями. Наоборот, они считались героями, которые страдают за царя и отечество. А вот, когда началась Вторая мировая, когда 22 июня 1941 года Гитлер пошел в наступление уже против Советского Союза, люди сдавались в плен сотнями тысяч. За первый год войны, если мне память не изменяет, около трех миллионов оказалось в немецком плену. разумеется, часть из них переходила тогда на сторону противника из, как бы сейчас сказали, оппозиционных настроений. Потому, что в головах у людей была память не только о революции, но и о коллективизации, о массовых репрессиях, о расстрелянных родственниках, о полном разочаровании, которое принесла народу политика Сталина. И об этом сегодня, как мне кажется, можно говорить без гнева и пристрастия, пытаться анализировать. Но, скажем, я знаю, есть такой очень серьезный историк, исследователем именно этой темы, который до недавнего времени, не знаю, как сейчас, не удивлюсь, если он уже где-то на западе, вот, но до недавнего времени работал в Петербурге Кирилл Александров, который написал несколько серьезных книг на эту тему, пытаясь разобраться, вот, серьезно, без гнева и пристрастия пытаясь разобраться в истории советского военного коллаборационизма, я бы так сказал правильно, его там сейчас продвергают астракизму, пытаются там изобразить в том числе там в прокремлевской прессе чуть ли как не очередным там предателем, изменником Родины, там, таким, вот, Солженицына называли покойного литературного власовцем, а этот там типа власовец от истории, да, это я все к чему так долго и подробно говорю, к тому, что существует масса вещей, в том числе в недавней истории, которые, конечно же, воспринимаются там очень болезненно, мягко говоря, болезненно, но к которым, на мой взгляд, нужно относиться чрезвычайно бережно и не бросаться в те или иные крайности. Ну вот, как бы кто ни относился к действующему президенту Украины, но он сделал правильную, он сделал мудрую вещь. Он 8 июля в Варшаве, когда начинался там саммит НАТО, находясь в Варшаве, пошел, встал на колени перед памятником, мемориалом жертв этой самой волынской трагедии и возложил туда цветы. Думаю, что не всем понравилось. Как точно так же, когда Вилли Брандт давным-давно опустился на колени в Варшаве на том месте, где было гетто варшавское и тем самым как бы вот принес символическое покаяние в том, что Германия сделала по отношению к евреям Варшавы и вообще там к жертвам Холокоста. Это тоже было очень важно. Послушайте, ну вот если называть вещи своими именами, ведь бог с ней с волынской резнёй, уж простите там за невольное богохульство. Холокост. Мы о Холокосте в Украине способны сказать всю правду. Вот сейчас будет 75 лет трагедии в Бабьем Яру в сентябре этого года. Вот вы знаете, я был поражён, мне один мой знакомый, который там занимается с этой темой. Я сказал, вот за 11 лет учёбы в украинской школе сколько уроков посвящено истории Холокоста на территории бывшего Советского Союза? Как вы думаете? Ну, отдельного урока нет, конечно. Нет, один урок. Ну, один урок. В курсе. Ну, может быть, да. Люди учат там много-много лет, школьники учат историю, да, и только один урок посвящён Холокосту. Это неправильно. Это неправильно, потому что посмотрите, как много внимания этой теме уделяется в остальной Европе, куда мы так сильно стремимся. Поэтому вот у меня нет готовых ответов и нет готовых рецептов. И потом, знаете, если там говорить о декоммунизации, ну, я вижу, как сопротивляется бытовое сознание украинского обывателя. Слово «обыватель» я использую в хорошем смысле слова. Да, вот как говорится, «дорогое яичко к красному дню». Вот когда переименовали улицу Ленина в улицу Богдана Хмельницкого, это название мгновенно прижилось, согласитесь, да, когда переименовали улицу, уж не помню, как она у нас назвала, Январского восстания, по-моему, или Январское восстание дальше, ну, в общем, я к стыду своему уже не помню, как раньше называлась улица Грушевского. Сейчас она стала улицей Грушевского, все точка, да, ну, и так далее, да, там прижились другие названия, улица Городецкого, там улица Занковецкой, там, вернулись те названия, кто помнит, где была улица Роза Люксембург, а где была улица Липкнефта, а это на самом деле центральные улицы, там, Печерска, а сегодня, значит, все мы знаем Шелковичную, Институтскую, старые, дореволюционные названия, и прекрасно с ними живем, да, а вот улица Горького, сколько ее не переименовывали в Антоновиче, она так и остается улицей Горького, да, и даже там кое-где там в адресах указываются оба названия, вот я живу вблизи улицы Артема, да, никакого, знаете, самому, никакого, вот если говорить не эмоционально, а вот мозги, что называется, включать, ну, никакой симпатии у меня господин Артема, Артем не вызывает, хотя, хотя, ну, грубо говоря, была, там, проходящая, проходная, если угодно, там, фигура в истории большевистской партии, да, ну, никак не приживается название, там, проспект Сечевых Стрельцов, ну, не приживает, и до сих пор на некоторых домах по-прежнему висит старое название, ну, может быть, приживется, но, мне такое ощущение, что, вот, вообще, вся эта история с переименованием улиц, она не до конца продуманная, не до конца проанализированная, и, как в истории, ну, с Днепропетровском, смотрите, там, ну, был Днепропетровск, да, причем все называли его Днепром, да, сейчас, никто не говорил, вот, сколько я в Украине живу, я ни от кого не слышал, чтобы говорили Днепропетровский, еду в Днепр, я из Днепра, там, был в Днепре, и так далее, но, смотрите, на ровном месте, сколько возникло, там, споров, шума, в том числе, как мне кажется, такого шума, отвлекающего граждан от каких-то более серьезных проблем, в связи с тем, что взяли и, как бы, попытались узаконить то явление, которое уже объективно существовало, то есть, переименовать город его распространенным бытовым названием. не до конца вся эта история, мне кажется, продуманнее, опять-таки, повторяю, там нет готовых рецептов, но есть одно наблюдение, и этим я, пожалуй, закончу. Смотрите, неоднозначные фигуры в истории разных народов и разных стран были неоднократны в прошлом, в том числе, скажем, в Европе как раз вот в этот период с 20-х, 30-х, 40-х годах. То есть, были люди, которые боролись, искренне боролись за независимость своих государств, при этом подчас используя негодные методы борьбы иногда заключая союзы с дьяволом, что называется, для того, чтобы добиться своих целей. Есть такой подход. Я готов там хоть с чертом, хоть с дьяволом заключить союз, лишь бы достичь своей благородной цели. И вы посмотрите, что страны, стремившиеся в Европу, отдают должное этим политикам. Условно говоря, в исторических монографиях, в статьях, которые пишут историки, на ученых конференциях. Но памятников этим политикам прошлого не ставят, и города, и улицы их именами не называют. Вот над этим просто тоже, мне кажется, стоило бы задуматься. Евгений Алексеевич, спасибо вам огромное, спасибо, даже вот хочется и продолжать, и продолжать, я надеюсь, что мы продолжим в понедельник. Спасибо вам за то, что вы были сегодня, подводили итоги недели. Спасибо. А вы оставайтесь с нами, это Укрлайф. Субтитры сделал DimaTorzok